Ирония судьбы или у России две беды. В этот день, ровно 17 лет назад, ремонтировали ту же самую улицу, что и сегодня – улицу Титова. Только тогда жалобы на определенный участок приходили в администрацию города, а ремонт совпадал со всеобщей реконструкцией избранных дорог Саранска. По словам горожан 2002 года, все происходило по доброте душевной, они даже писали благодарственные письма. В наше время чаще пишут жалобы, да и признаком плохой дороги является провалившийся под землю очередной автомобиль. Честно сказать, я по этой дороге давно не ходил. Где-то прошлый год был очень нехороший, а в этом году я первый раз. Ну и как вам еще? Ну вообще дороги стали лучше, уделяет внимание большое. Даже заметно меня не было недели две. В городе приехал и смотрю, дороги прям изменились. И на машине стало ездить лучше, а то едешь и думаешь, колеса не отвалились. Ну вот это была плохая, сейчас сделали хорошее. А когда сделали хорошее? Неделю-две назад, наверное. Было можно ходить, но ходили, не спотыкались пока есть. А сейчас вообще хоть катайся. В 2003 году наши новости в преддверии Дня почтальона рассказывали об этой нелегкой профессии. Нелегкой по нескольким причинам. В отделении работали одни женщины, рабочий день начинался в 7 утра, с собой они брали несколько пар обуви на случай непогоды, а на себе носили 16 килограмм макулатуры. Девчонки – это вообще сказка. Ни в чем не отказывается. Куда не пошлешь, все сделают. Исполнительные. Я не могу без коллектива. Мне кажется, какой-то вот, как уж говорят, адреналин, что ли, такой вот какой-то силы, да, силы какой-то придает. Еще одна почтовая история, но уже с криминальным оттенком. В 2011-м Юлия Порунова рассказывала о самой крупной партии наркотиков, задержанной в Мордовии на тот момент. Тогда оперативникам удалось выяснить, что марихуану на 3 миллиона рублей доставляли почтовой посылкой из Краснодара через Саранск. Здесь бандероль должны были встретить, но оперативники всех опередили. В 2013-м году Дина Мустаева вместе с краеведами изучала памятник истории, а точнее, все, что от него осталось на территории Саранска. Когда-то на этом месте была мощная оборонительная линия, протянувшаяся от Белгорода до Симбирска, которую называют Китайской стеной. А местные жители рассказывали жуткие истории. Он мне рассказал, что пока погреб копал, скелет там нашел. Я говорю, ну и что вы сделали со скелетом? Да что я, говорит, с ним сделаю? Взял его, землей присыпал в сторонке и все. А скелет, вероятно, это скелет одного из строителей вот этой крепости. Я думаю, людей тогда погибло очень много, потому что условия были тяжелые, невыносимые. Чуть позднее, в 2017-м, Людмила Чекал была на фестивале народной окрошки, куда жители разных сел привезли свои рецепты этого блюда. Лук, укроп, резиска, яички, майонез, сметана, вода. У каждого свой вкус, который любят с квасом, которому не нравится сладкий квас. Кислый квас, как такого у нас уже не делают, как раньше времена. И поэтому мы маленечко подкисляем вкусом. Нам такой рецепт нравится. Сколько сел, столько было и рецептов. А праксницы, например, хвалились, что делают окрошку на ключевой воде. В Медаево в холодный суп добавляют мяту и получается мордовский мохито. Окрошке в тот день даже посвящали песне. Макшалейская окрошка на круге славится. Таким был этот день в разные годы. Константин Курбатов, Наши новости.